Здравствуйте, господа. Добрый день. С вами доктор брейкерской компании «Китфинанс». Меня зовут Архан Федорф Андрей. С нами сегодня новогодний вентилятор на заднем плане. Поэтому сегодня отметим основные тенденции на нашем российском фондовом рынке. Поговорим про технический анализ. Давайте, пожалуйста, сразу ваши вопросы в чат. Готов ответить, комментировать все, что вы тут скажете. Если что, запись смотрите на YouTube, youtube.com.brkf, адрес на ваших экранах. Итак, давайте перейдем к рабочему столу моему и посмотрим в терминале Bloomberg, что у нас происходит на рынке. Я бы, честно говоря, хотел бы что-то больше добавить, но, боюсь, самое точное определение того, что происходит у нас на рынке, наверное, будет то, что у нас на рынке ничего не происходит. Перед вами фичерс NXRTS. Вчера объемы были маленькие, сегодня очень маленькие. Мне даже прокомментировать нечего. Такое впечатление, что на рынке вообще никого не осталось, что все уже ушли на покой. Ну, в том смысле, что уже празднует Новый год, Рождество, в конце концов, сегодня уже полноценное, католическое. Поэтому присутствующий День Католиков я и поздравляю с таким праздником. Православных было поздравлять уже позже. Поэтому боковид, в принципе, как технический ориентир на то, что сейчас сложилось, я бы, честно говоря, не ставил. Потому что очень низкий диапазон и, соответственно, прошибить легкими вертолетами и вверх и вниз сможет, ну, достаточно быстро, без каких-либо тендовых последствий. То есть, да, рынок у нас в боковике, но, извините, выгод из него не будет начать нам ждать какое-то сильное движение. Поэтому тут надо быть осторожным. Локальный минимум у нас здесь до сих пор остался не тронутым, но хотя высокая вероятность того, что его кольнут, как я уже не так раз там отмечал, у нас осталось. Вот, поэтому, да, то, что мы здесь видим, на это лучше не ориентироваться в качестве выхода из боковика. Не относиться к этому со здоровым скептифом. Так, про что мы там еще говорили с вами? Газпром. Газпром сегодня корректируется, вышел, как мы уже с вами ранее обсуждали, из бокового тренда. Ну, то, что сейчас какое-то падение происходит, я бы не стал это даже на коррекцию списывать. И так кто-то фиксирует уже то, что закупил, видя то, что никакого продолжения пока у нас нет. Но я думаю, те, кто купили на выходе вот этого боковика на развороте рынка, я думаю, тут можно еще продолжать сидеть в тренде, поскольку лично я очень сильно сомневаюсь, то, что движение будет вниз от этих уровней сильное. То есть, вы сами понимаете, всякое на рынке бывает. Так, 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 так. Сбербанк пока у нас реализует картину снижения. Но, опять же, то, что мы сейчас наблюдаем, вот эти проколы минимумов, это даже не то, что не подтвержденные объемом сигналы. Это вообще даже какие-то не сигналы. Поэтому, кто хочет стать черт, я бы порекомендовал ставить стопы чуть лиже текущих уровней стоп-заявки и, соответственно, уже входить где-то на хорошем движении вниз. Вот, так, 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 вижу у кого-то вопрос возник. Сейчас посмотрим. Вопрос по стопы газпома. Ну, на мой взгляд, все-таки, конечно, зависит от цели. Если у вас цель 160 рублей, но на предекущую платильность 2% вполне нормально. По минимуму предыдущего дня или там под часовые и локальные минимумы, вполне приемлемые сейчас уровни. Да, 2% или локальные часовые минимумы максимумы. Так, давайте проект «Эспром» сразу посмотрим. Посмотрим еще раз. Ну, давайте посмотрим 2%. Это у нас примерно, ну, примерно как-то так. Стоп на такое хорошее дневное движение, на эту величину, на мой взгляд, очень неплохо. Да, даже если сейчас закупаться «Эспромом», то 2% будет, например, на уровне как раз тех максимумов, от которых начался тренд. На потенциале «Эспром», как я уже говорил, может, собственно, выстрелить от тех уровней, про которые мы с вами говорили. Там где-то до 160, да, но и 12%. Тут и получается на 1 в 6 вполне нормальное отношение profit-loss. Так, давайте посмотрим ГМНК, что-то мы ГМКН, что-то давно уже про него не говорили. Так, в гневку смотрим. Ну, старые, вы видите мои тут пометки на графике «Потенциал роста», про которые я там раньше где-то говорил писал, он уже, в общем-то, реализовался. 5500 пришли на прошлой неделе. А сейчас вот как-то тоже в рамках текущей низкой волатильности корректируемся. По большому счету, если ниже чем 5500 не уйдем, то от этих уровней можно закупаться. Но, опять же, стопы нужно ставить, так, давайте посмотрим. Ну, стопы тут, конечно, сложно сказать, какие ставить. Ну, процента 2, да, 2,5 вполне можно делать, если ориентироваться на потенциал роста где-то до максимума 2012 года плюс 9% тоже неплохое соотношение доходности и риска. Скорость получается, ну, где-то 3,5-4 к 1. Поэтому, да, закупаться от 5500, если ниже его не уйдет, с вот такими вот целями. По Норильскому Нинкелю, видите, очень хороший корпоратив. Ожидание дивидендов тоже нормальное, поэтому неплохая бумага для получения дивидендов. Да, хотя сейчас, конечно, после такого сильного роста в процентах ожидаемая дивидендовая доходность, значит, упала. Так, давайте, что у нас тут, товарищи по партии, НЛМК. Ну, НЛМК у нас пока стоит на месте. Вот 62,7 достаточно серьезный уровень, который вообще никак не можем пробить. Чуть выше, чем 62,7, где-то 63,10 максимум, который цена тут пыталась пробить. Сейчас, да, тут пытались приколоть, тренд наверх не удался, сейчас корректируемся. Ну, я думаю, что раз уже один тестовый пробой был, еще раз на 63,50 можно делать, 63,50 еще раз можно делать уровнем для покупок. А если цена будет возвращаться туда, то, наверное, уже не просто так. Насколько тут, если у покупателей есть большое желание купиться по более дешевым ценам, тут всегда есть возможность сбить стопы на 61,30 и, соответственно, на 60 рублей 30 копеек. Это по локальным минимумам. НЛМК, конечно, не Супербанк, не такая, собственно, спекулятивная бумага, но, тем не менее, наличие определенных стоп-заявок у участников, определенной группы участников на этих уровнях достаточно высока. Насколько я помню, НЛМК у нас не маржинальная бумага, поэтому, кроме как НЛМК, тут особо ловить-то нечего. И, следовательно, ждем возвращения на 62,70 с целями хотя бы до локальных максимумов. Куда-нибудь вот сюда процентов на 10,11. 62,70 это, конечно, может быть, немножко загнул, может быть, даже чуть повыше. Так, повыше это куда-то. Да, куда-то это, наверное, 63,30 за локальный максимум. На пробитие и на интродейны хаи прошлой недели. Точнее, внутренедельные хаи прошлой недели. Ну, цель, в общем, допустим, 10% у нас так и остается. 2% стоп тоже вполне реально поставить на текущей волатильности. Так, так, так. Что у нас, что мы еще давно такого не обсуждали. Так, прививки, по-моему, из Сбера. Ну, по префам Сбера я до сих пор остаюсь, в общем-то, в ожидании роста. 69 рублей максимум мы с вами не пробили. И, соответственно, потенциал у нас с движением на 74,20 и 74,30 плюс 7% как минимум. Здесь у нас распродаж не последовало. Соответственно, стопы тут, значит, не стояли. Если стопы стоят у нас с минимумом 66,47, минимум 66,37. Ну, тоже тут, в общем-то, и этот минус билет, и этот минус билет. Распродаж не последовало. В общем-то, хороший сигнал для Сбера привилегированного. Поэтому на пробой 69, у которого тут, как же это называется, не помню, может быть, кто любит сущный анализ, то ли пинцет это называется, то ли как-то так, когда два хая на одном уровне. Ну, на самом деле, не суть, просто удобный уровень для покупок. 69 рублей. Так, и вот ТБР. Вот ТБР заявочка была. Все то же самое, что и Газпром. Склоняюсь к продолжению роста, коррекции. Это тут какая-то у нас и возникает, да, такой гарантий рост. Вроде как трендовая. Вот только вот к трендовой поддержке пытаемся подойти. Скорее всего, будет ретест вот этого максима, от которого мы ушли вверх. Но пока поводов для распродаж активных я не вижу. И технически все-таки ориентирован на движение к верхней границе. Так, ну, в общем-то, все из основной информации. Так, давайте сейчас посмотрю ваши вопросы. На вопросах я смотрю, как-то сегодня минимальное количество для участников. Сегодня, корректно говоря, немного. Да, согласен, рынок у нас ни о чем. В общем-то, все остальные ждем. То, что мы сейчас обсуждаем, это уже скорее будет относиться или к какому-то, не знаю, двух-трихдневному ралли, который может быть у нас на рынке организован достаточно оперативно, при поддержке даже небольшого капитала. Как видите, обороты у нас на рынке принтесса. Или уже то, от чего прийти на следующий год и строить торговые идеи на следующих 12 месяцев. В общем-то, все. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Встретимся, наверное, завтра в это же время в 16.00. Будем также смотреть и что-нибудь интересненькое искать на этом диалоге. и, честно говоря, не очень интересном рынке. Еще раз спасибо за внимание. Всего хорошего, удачного торгового дня. До свидания.